Алло, здравствуйте. Как вас зовут? В колл-центре главы города прямая линия. Сегодня на вопросы перемяков отвечает управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю Станислав Аваранчук. Люди звонят сюда с самыми разными проблемами. Кому-то нужна, например, информация о процедуре начисления пенсии. Кого-то волнует, не изменится ли пенсионный возраст. Кто-то обращается с просьбой о помощи. Мне почему-то пенсионный фонд здесь на Свердловском районе не перечислил пенсию за этот месяц, за февраль. Внедряем новые программные комплексы. Есть определенные недостатки в работе. Мы их исправляем, поэтому заранее извиняемся, что какая-то задержка произошла. Но постараемся исправить и вам позвоним, скажем, где ваша пенсия. 1 апреля будет повышение пенсии. Каким категориям и на сколько? Надежда Валерьевна, мы с 1 апреля гарантированно будем повышать социальные пенсии. Пенсии инвалидам-участникам войны, чернобыльцам, еще некоторым категориям. Будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты. В течение часа Станиславу Аварнчуку позвонили 16 человек. 13 человек получили ответы на свои вопросы сразу. Проблемы еще троих руководство пенсионного фонда взяло на особый контроль. По ним будет вестись работа. Необходимо поднять документы и провести проверку. В рамках работы колл-центра города Перми обычно такие действия проводятся очень оперативно. Мы постараемся в течение недели все это отработать. Может быть даже раньше, если раньше будет известно, обязательно перезвоним и сообщим. Позвонившие на прямую линию могут также получить разъяснение в письменном виде, сообщил Станислав Аварнчук. Также их могут пригласить на прием. Подобные прямые линии в колл-центре проходят регулярно. Следующая состоится уже 25 февраля. Ее проведет сам глава города Игорь Сапко. По словам организаторов, такой формат общения приносит пользу как гражданам, так и властям, в работе которых очень важна обратная связь с населением.